Пляж Голубицкой. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Юрий Азаровский, со мной сегодня Николай. Мы с вами сегодня сделаем, как Николай предложил назвать, тур до Тимрюк. Торкаемся по Тимрюкскому району сегодня. Мы находимся сейчас на центральном пляже Голубицкой, здесь Азовское море. Давайте немножечко расскажем, покажем вот тех местах, куда вы можете приезжать отдыхать, а также переезжать жить. Я думаю, что будет интересно для тех, кто вообще мечтает о переезде на перспективу к Черному и Азовским морям. Здесь, с левой стороны, находится парковочка от пляжа, кемпинг, а также озеро, в котором можно набрать лечебные грязи. Есть кафешечки разнообразные, так сказать, развлечения, столовые, в которых можно поесть. То есть все нужные вам услуги, которые понадобятся для приезда на пляж. Это место, наверное, одно из самых благоустроенных Тимрюкского района для купания в Азовском море. Также по всему, так сказать, протяженности поселка. У Голбитска есть огромное количество баз и подходов к морю. Но именно вот такой компоновки большой, больше нету, в принципе, нигде. Сейчас все выглядит немножечко, так сказать, в заброшенном виде. Но все чисто, красиво. Шторм бушует на море на Азовском. Сегодня у нас ветер северо-западный, порядка 6-7 метров в секунду. И поэтому море такого неприглядного особо цвета. Но я приезжал сюда неоднократно, когда море было прям, ну, вау. Такое, знаете, лазурное. И сверху это смотрится красивее даже, чем черное. У меня на канале такие видеосюжеты присутствуют. Так что вы можете их посмотреть. Пляж песчаный. Как сказал, благоустройство есть. Лежачки там и все остальное, что поможет только понадобиться. И морюшко Азовское. Привет тебе. Красиво смотрится. Сам поселок довольно-таки большой. Есть вся нужная в нем инфраструктура для жизни. И не только. Но мы отправляемся с вами дальше. Уже следующее место. Более диким пляжем. Данная станица Голубицкая отлично подходит и для сезонного бизнеса. Не только для жизни, потому что есть вся инфраструктура. Для зарабатывания денег. Почему? Если мы сравним, допустим, с Анапским районом, то точка входа в бизнес здесь гораздо ниже. Поскольку дешевле земельные участки. А сезонность этого всего плюс-минус точно такая же, как и в Анапе. За последние три года примерно одно и то же. Поэтому если вы там хотите купить земельный участок недалеко от моря, именно в шаговой доступности, там в километровой зоне, и сделать свой какой-то бизнес, то это будет кратно дешевле, чем на территории Анапского района. А людей при нормальной рекламе и при хорошем подходе к своему делу будет столько же. И чек на самом деле уже не сильно отличается между Анапой и Голубицкой. Друзья, мы приехали на пляж Подмаячный, который находится между Пересепью и Голубицкой. Пересепь у нас вот с левой стороны. Здесь еще находится поселок за родину, где находится знаменитый вулкан Тиздар, на который многие ездили. Также есть там и бесплатные вулканы, на которых можно побывать. Ну и Николай говорит, что это его любимый пляж. Собственно, почему? Первое. Здесь очень мало людей. Мало кто знает, потому что с трассы его не видно. Один заезд, какая-то непонятная будка, а сам пляж располагается внизу, под горой. Там практически нет никогда ветра, даже когда ветреная погода. Мало людей и зимой, и летом. И недалеко находится винзавод. Если вы хотите провести там вечер с друзьями, то очень круто. Вы по пути заехали, купили вкусного винца, спустились вниз. Вас никто не видит, никто не слышит. Провели время столько, сколько хотите. Людей в округе нет. Хотите, купаетесь. Я здесь, когда жил в Тимрюке, каждый выходной приезжал собакой и гулял без поводка. Собака побежала по своим делам. Я своими делами занимаюсь. Очень здорово. И также здесь есть рыббригада, которая располагается, наверное, двух туда дальше. Где, если договориться, можно покупать свежую рыбу. Я покупал пеленгас и камбулу. Она великолепная. С правой стороны проезжаем. Здесь был лучший кемпинг. Его награждал губернатор нашего Краснодарского края. А парень с Тимрюка молодой. Ему 27 лет. Вот он сделал здесь самый лучший кемпинг, который администрация даже края оценила. А сейчас мы переезжаем в Пересепское Грое, которое соединяет городские большинство лиманчиков. С левой стороны оно перерезло и впадает здесь непосредственно в Азовское море. В поселочек Пересепь, друзья, едем к пляжу. За одиннадцатом поворот как раз-таки остался, чтобы уехать на станицу Ахтанизовского, которую мы вам чуть-чуть попозже и расскажем. Совсем рядышком находится. Сколько здесь Николай? Ну, если в минутах, то около 8 минут, наверное, на машине езды. Вот мы сейчас сверху с вами наблюдаем пляж поселка Пересепь. Мы вышли на пляж поселка Пересепь. Здесь такая большущая зона. Вот Николай правильно сделал замечание мне, что похоже на, видите, что тоже формируются дюны с растительностью. Действительно, это так. Очень большая береговая линия. И от станицы Ахтанизовской, как раз-таки, где мы будем показывать земельные участки, до этого пляжа довольно-таки немного времени. Вот так вот зацепили еще поселок Пересепь. Показать вам. Очень много строений туда дальше. Непосредственно косе находится. Он находится там, прямо на берегу стоят разнообразные отели. Здесь отнесена воздушность. Почему тебе этот пляж нравится? Все на самом деле очень просто. Я люблю места, где очень мало людей, и можно побыть со своими мыслями непосредственно на море. А здесь очень широкий пляж, и даже здесь люди, которые приезжают отдыхать там с семьями, никто никому не мешает. Вы просто ходите и гуляете. Раду столько времени, сколько считаете нужным. И сюда удобный подъезд. Он асфальтированный, и получается, машину запарковал, 10 шагов, и ты уже на пляже. И машина в безопасности, поскольку это тупиковая улица. Ну и для вас это тоже своего рода комфорт. Поэтому можно приезжать и сюда. Сейчас мы находимся в центре Ахтанизовска. Здесь, видите, как раз-таки новый стадион, который построили для детей. За час, ты деньги, кстати, построил человек. То есть за свои, да? Пятерочка, магнит, косметика, администрация. Сейчас ДК будет, что тут еще? Парк. Мы сейчас направо поворачиваем, парк. Кстати, администрация максимально лояльна. Просто приходишь и здрасте. А кто у вас голова? Он говорит, это я. Меня зовут Николай. Ну вот так вот. Я так общался. Вот. Справа парк у нас. Дальше школа. Дом культуры с левой стороны проехали. Парк Офай даже есть. Тут тоже все есть. То есть полностью вся инфраструктура? По мне Ахтанизовская похожа очень на ту старую Гастагаевскую, которая еще не была перенаселена. Тоже амбулатория. То есть схожая инфраструктура. Просто объем людей, кто проживает, совершенно другой. И улицы широкие. Они все широкие. Практически все асфальтированные. А ширина улиц очень-очень радует. Это школа, да? Да, школа. Большая школа. А дальше пошли. Это магазинчики. Вообще даже улицы чистят, ребята. Чего уж говорить. Цивилизация на все 200%. Сейчас мы вам покажем еще одно из важнейших решений для мужчин, почему можно выбрать, допустим, жизнь в Ахтанизовской. Здесь есть Лиман, в котором вводится огромное количество рыбы. И лодочник-оператив. Подъезжая к Лиману, да? Дом образцового содержания. Нам прямо. Территорию просто. Вот вам асфальт, о чем Николай говорил. И мы подъезжаем к Лиману. Славенький асфальт к Лиману. Советский Союз был топчик, да? Да. Они, конечно, делали вещи. Налет, выход и выезд запрещен. И вот сейчас будет очень красивое такое антуражное место. Мы сейчас прямо останемся. Старая лодочка деревянная. Такая, как в фильмах про старинную Одессу. Ну, у дедушки были такие. Ну, здесь прям паркуешься. Мы сейчас, и вот там пирсик, смотри. В камышах. Вот как надо. Ты выходишь и удочка. Из лодочки прям уже камыш растет. Николаю прям зашло, да? Посмотрите, какое место красивое. Ну, антуражное? Антуражное. Знаешь, чем сейчас минус нашей съемки будет? Какой? В том, что здесь лед. Ну, это наоборот, наверное, даже плюс. Есть еще те, кто любят подледный улов, правильно? Пожалуйста. Дорогие друзья, юг, он не сильно однообразный. Он еще и вот такой может быть. Ну, прикольно же? Да. Там какие-то холмы, здесь что-то замерзло, камыши. Слушай, ну, допустим, историческое место вообще. Это Низовский лиман. Это бывшее соединение с Черным морем. То есть здесь ходили корабли. А если вот посмотреть на одну из возвышенностей, если не ошибаюсь, вот на той, там вот по древнегреческим стояла статуя Афродиты. Такой с мечом. Вот если кто помнит, в греческих разных фильмах показывают. И говорят, что она лежит как раз-таки на дне этого лимана. Упал, что я не слышал? Так что нужно нырять, нырять. На самом-то деле, если мы идем больше к жизни, то правая рука от нас, это лодочный кооператив. Можно здесь хранить свою лодку. Там есть пристани. Люди, он гаражи себе делают для лодок. Условно, человек приехал из дома, сел на лодочку и в сезон пошел. И до этого еще там Ахтенизовский лиман на сегодняшний день соединяется у нас с Азовским морем. Ну да, через то горло, которое мы показывали. Это как раз оно и есть. Ну и здесь просто покататься. То есть отсюда можно выйти в Азовское море, потом поехать в Черное море. Ну вот так вот. Много информации, да. До самих участков, которые предлагаются от Николая, идет дорога асфальтовая. Видите, здесь уже идет стройка, электричество протянуто. Асфальт это прям вообще хорошо, да? Вот налево, и вот они в участке пошли, столбики стоят. Мы добрались до поля, как я показал вам, тут асфальт проложен. Есть электричество по периметру поля идет до высоковольта. Здесь вот к домам, которые уже строятся, проведено электричество непосредственно для подключения частного сектора. Также Николай заявляет о том, что здесь есть кабельный интернет. По полю мы уже видим грубую раскатку дорог, и Николай говорит, что... Важный момент, который важен всем, наверное, на будущее. А именно, вот если мы сейчас прямо посмотрим туда, то мы увидим газовую трубу. Вон, желтая. Можно пройти посмотреть. Ну и что, будет газ? Конечно будет. А чайки уже есть. Это не чайки, это гуси. Это гуси? Столько гусей? Походу, где там, да, там, гуси. Прикольно. Не знал, что есть здесь гуси. Здесь, кстати, уже вырыли пруд за твоей спиной. Вот, они уже все выбрали, чтобы начинать уже делать себе пруд. Поскольку вот эта вся линия была продана ради того, чтобы собственники, которые покупали, и покупали ради того, чтобы вырыть пруд. Потому что эта территория, которая была, она и была под зону условного озеленения выделена. Первоначально, даже в генплане это отражено. А участки все выделены в натуру. То есть, у каждого свои колышки, границы. А пойдемте, наверное, ближе подойдем. Информационные таблички. Ваш покорный слуга сделал. То есть, мы подходим к участку. Видим последнюю цифру, когда острова номера. Количество соток, фасады, глубина, габаритные размеры. Номер вашего друга Николая. Вот он, пожалуйста. Вот. На этой неделе мы отсыпаем дороги. Это вот котлован выбран. Просто здесь никто этим не занимался давным-давно. Ну, нужно заняться и сделать. Уже все. На этой неделе пойдут уже первые машины все отсыпать. В первую очередь мы отсыпем. И в конце февраля приглашаю всех на высадку деревьев. Потому что считаю, что вот такое голое не должно быть на юге. Должны быть деревья. Поэтому я уже купил 25 кленов. А где ты его сажаешь? Я хочу сажать прям по меже. Здесь вырывать и садить. Возле каждого участка. Чтобы было зелено хорошо. Участки, которые примыкают к той дороге, можно заезжать с асфальта. Здесь тоже дорогу мы сделаем хорошую, гравийную. Ну, это вот месяц, максимум срока этого всего. Интернет есть. Электроэнергия есть. Центральная вода здесь недалеко. Ну, здесь бурим скважины. Если нужно скважины прям сегодня, но бурить не нужно, то есть общедоступная. Вон на въезде прям. 130 метров мы пробурили, чтобы посмотреть, какая вода в идеале может быть. Море рядом. Гора красивая рядом. Виды великолепные. Там ничего не будет садиться, делаться там гуси, потому что, ну, там поле, а сейчас поля его водить нельзя. Затем холмом море. Напрямую здесь 3,5 километра до пляжа. Это прям круто. Ну, и стоимость земельного участка за 5 соток 450 тысяч рублей. Я думаю, что для дачи или для переезда на юг это небольшие деньги. Тем более в Ахтанизовской есть вся инфраструктура, как мы видели. Школы, садики. Хотите жить? Супер. В Анапском районе, наверное, на сегодняшний день это неслыха моя цена, потому что, ну, сотка субсехи стоит миллион. Слушай, а с разгощениями? А все без проблем. Я думаю, ну, один из участков купил наш оператор, с которым ты знаком. Мы подали на нее техусловие на электроэнергию, подали разрешение на строительство. Вот люди построили дома по таким же легальным способам. Поэтому здесь проблем с этим нет. Дорогие зрители, если вас заинтересовало данное предложение, 5 соток на юге за 450 тысяч рублей, то номер телефона мой 918-231-2323. Звоните, я вам вышлю актуальную информацию по наличию участков. Поскольку данная цена у нас зафиксирована только на первую очередь. И связана с тем, что все деньги, которые будут заработаны, они будут вложены в инфраструктуру. Когда будет полная инфраструктура, зелень, красиво, цена будет, соответственно, выше. Поэтому есть уникальный шанс сейчас взять классный земельный участок с перспективой роста и по цене в том числе. Ну, мы, Николая, благодарим сегодня за то, что он нам дал возможность прокатиться, посмотреть на Азовское море, как выглядит станица. Надеюсь, что вам понравилось. Николая, благодарим. Спасибо большое. Можно скоро будет потеплеет немножко. Значит, вторую серию мы поедем от Ахтанизовской в сторону Пор Кавказа. Там тоже много поселков интересных. Которые можно посмотреть, о которых можно рассказать. Да, да, да. В Ильичи можно заехать. Там вообще красиво же. Там очень красиво. Все говорится, в Азовском море на самом деле нераскрытый такой бриллиантик, который очень многие узнают, приезжают, находят свой кайф и уют. А кто-то, наоборот, не любит, а кому-то, наоборот, нравится. В общем, у каждого своя сторона жизни. И это прекрасно, друзья, что мы все с вами разные выбираем то, что нам нравится. Так, ну и бонусом мы вам покажем вулкан Балевака. Называется. Вот отсюда, прямо вот так вот видно, это Ахтанизовский лиман, о котором мы вам рассказывали сегодня. Вон там Азовское море. На самом деле мы были вот прямо вот здесь. Оказывается, находятся те самые участки. Ну, то есть, все близко, все как есть. Шикарное, красивейшее место. Мы можем с вами наблюдать настоящий живой вулкан. Николай, иди туда прямо. Извержение на ваших глазах. Нет, на самом деле, блин, главное не провалиться, но это действительно извержение. А ну, отойди, а то не видно будет. Смотрите, вот это жерло вулкана. Могут быть всякие пустоты, в которые можно уйти, поэтому вот так вот не делайте. Вот он стекает. Ну, прикольно, слушай, да, так многие люди приезжают, никогда не видят, а мы попали с тобой на настоящее извержение Блеваке. Вот так вот, ребята. Прям свежая грязь течет. Прикольно. Ну, и по видам, конечно, здесь, если бы не этот гребаный ветер, который нас просто сносит, было вообще интересно. Все как на ладони. Красота неимоверная. Расскажи, Николай, что мы где видим? Вот прямо перед нами, прямо в гора. Ага. Дорез и город Кемрюк. Вот там. Левее. Немножко ходим левее. Станица Голубицкая и там, где мы были вначале, там, где Завинзавод, Маяк и все остальное. Смещаемся дальше. Поселок Пересып. Это у нас Ахтанизовская пирамика перед нами внизу. Пересып. Смещаемся еще дальше. Поселок Зародина. Дальше смещаемся. Коттеджный поселок какой-то там, для богатых. Очень дорогие земельные участки. Это все Зовское море, что там видно? Да, это все, это Зовское море, а это Лиман. Красота, ребята, красота. Так, ладно. Надеюсь, лайк будет за такой ветер, за рыбой. Шапка продувается, все продувается. Делайте репосты. Может быть, кому-то захочется переехать к нам на юг. Ну, а может быть, кто-то захочет дачку между морей, рядышком с Крымом. Почему бы и нет? Чтобы жить красиво. Всем пока-пока. До новых встреч.